вот наконец-то мир вам с миром обещала позвонить вот только вот а то тут это время то приближается мы даже уже определяться сейчас фотографии разбираемся уже набрали даже слишком ну и теперь надо думать где я вам хотела показать ну давайте я его не выбирала то есть любой трехтомник берешь и где-то что-то но вот этот каптал клей не ровно наклеен а каптал вот он торчит вытягивать он будет торчать нет как это он приклеенный он приклеенный я сколько проверил здесь нигде это не было что он выпал или что-то у вас один комплект остался вот он вообще даже еле держится вот тут каптал я не знаю как это показать то есть его так вот берешь и он там то есть просвет и клей намазан клей бывает намазан на самих листочках то есть я когда открываю книгу мне приходится их разрывать то есть ну все вот не аккуратно мне ни одного сколько я смотрел все главное и люди стоят давал смотрите нигде не было ни одного я же вам показываю я же не обманываю вот он ну ладно ну бывает бывает вообще не приклеенный вот он ну еще но нам аж клеем все кончилось это в общем книги ты не относятся никакого отношения имеет нет это книги не относятся это относится к качеству а что значит качество то что книга будет недолговечная то есть несколько раз ее открыл закрыл и она посыпется как она посыпется когда когда она сшитая она не посыпется как клей-то клей-то он весь где он откуда клей-то я не пойму какой клей откуда он клей корочка корочка очень тонкая вот я сравнила с трехтомником с к истинному православию там корка толстая а здесь ну понятно мы старались сделать дешевле они нам сделали дешевле теперь еще что сейчас покажу сама книга вот она видно или нет странички выезжают за корочку то есть криво она сделана здесь много показать я смотрел до миллиметра точно со всех сторон осматривать которую у нас есть когда зажимали и она могла сдвинуться еще тут такого нету речь-то идет о книге о содержании что это некачественная сборка о том что в мажайске мы делали такого не было там все ровненько все гладко потому что там скорее всего машинная сборка здесь может быть ручная как они нам сделали то мажайский мажайский сделал очень хорошо это раз во вторых упаковка упаковка то что они в картон замотали и там какой-то вот этой наклейкой сделали я вот так вот беру я их просила сделать четырехтомник чтобы отдельно был они сделали два четырехтомника получилось очень тяжелая это почти из 9 килограммов и она прям рвется эта упаковка и вот эти вот отрываются то есть чуть-чуть она съехала отрывается все это рассыпается в руках ну то есть это же большое количество мы же будем много лет это хранить это как-то будет все равно перемещаться ну игнатий Тихонович ну мы деньги-то отдаем деньги-то не мало деньги отдаем у нас только за доставку 200 с лишним тысяч хлопнули нет игнатий Тихонович если бы мы вот вы все время доставку считаете но мы с доставкой сделали дешевле чем они нам выставляли без доставки вы это-то не учитываете как не учитываете там НДС разными НДС насчисляется 15 миллионов а заплатили всего 6 можно считать 120 ну чего уж тут придумывать то мы же здесь я которую давал каждую осматривали нигде ничего нету прекрасно сделано просто чудесно что я вас обманываю да ну ладно хорошо ну чё я сделаю было такое даже в библию напечатали там буквами кверх ногами еще из этого делать какую беду даже буквы кверх ногами и не где-то самой лучшей типографии Советского Союза делали или в Америке ну я не против но я говорю что если мажаясь к нам за те же деньги делать более качественно смотрите я мне этого достаточно более чем но мы-то как бы то есть стоимость этого четырехтомника она достаточно большая и когда человек получает и видит что там что-то не так у него разочарование то есть ну я следую всегда с такому библейскому принципу как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними я больше ничем не руководствую столько если 30 36 36 книг моих издали и нигде ни одного замечания нету даже люди работают 10 лет назад работали другие люди все другое было не знаю другие директор тоже самое но при чем здесь директор директор не следит за качеством как же если он обязательно следит здесь надо запросить узнать сравнить николай я не знаю откуда то ли из мажайская еще уже выставил таблицу то я показал надо сравнить с горноалтайском чтобы они представили чтобы мы могли выбрать они просто отвергать они плохие так нельзя делать все еще нету ничего нету вот данные то я уже выдал давно 832 страницы 6 в клеях нет этих данных этих данных недостаточно нам нужно одни параметры вот николай там написал что эти одни параметры нужно и туда и туда отправлять чтобы было что сравнивать а когда мы сравнивали вот четырехтомник когда мы делали мы мажайск уже вообще не рассматривали то есть если бы мажайск по этим параметрам он бы тоже может быть сделать дешевле но мы их даже не рассматривали мы их отвергли сразу просили заламинировать заламинировали 30 и 30 и какую-то бумагу приклеили все это то что не берете бумагу николай сам отказался от ламинирования не надо играть это что и отказался что не знает что сказали заламинировать как у нас для слова божия нету и что сделали и на тех послушайте внимательно изначально было картонное картонная обложка. А Николай захотел сделать еще лучше, чтобы она была еще более качественной и прочной. И поэтому он не картон выбрал, а бум-винил. То есть бумага с винилом. Винил это уже почти как пластик. А на бум-винил ламинация не идет. То есть это другое качество совсем. И поэтому, когда на бум-винил уже краску начали накладывать, она уже и не так легла. Вот понимаете, уже заказано. Все, нет. Николай хотел. Николай что, переплетчик или кто он? Брякнули, а теперь будет это... Да-то ничего не меняет. Николай сказал сто раз. Но не сделали ламинирование. Не сделали... Результат-то нулевой. Хорошо, хорошо. Мы сейчас же учтем эти все ошибки. Ну вот это, смотрите, как это заноминировали. Посмотрите, какой цвет. Как выглядит. Если бы Можайск ламинировал, было бы все намного лучше. Однако не сделали. Ну, это Николай так и не сказал. Да нет, Николай даже на себя не берет. Это Николай, Николай. Он говорит, я говорил. Проверите. Николай говорил. У меня все запротоколировано, у меня все записано. В договоре не стоит ламинация. Вообще не стоит. То есть в параметрах печати не стоит ламинация. Поэтому так получилось. Понимаете, на каждом шагу приходится соловитель здесь. Сказали, ты только книги, то хоть какие-то читай, Николай. А он, а я черный список занесу. Дурнина какая-то, лепится, а вы повторяете ее. Не надо нам это. Сказали тебе, не разговаривай, не выступай. Вот занятия идут, я же не выступаю. Как они говорят в конце, меня вызывают сделать итог. Нет, в каждом шагу. А я не говорил. Стали рассматривать, говорил. Какая-то игра идет. А мне зачем это? Ни одной книги не прочитал за 10 лет. Нормально? Что-то заглохло. Что-то зависло или что там? Ну, надо закончить тогда.